Друзья, всем привет! Вы на канале CustomTrack. Надеюсь, вам понравилось видео с нашим экспериментом, который мы проводили на жесткой сцепке. Да, он не удался, но, тем не менее, нужно было попробовать и повеселились от души. Это самое главное. Красс немного пострадал, зеркало, второе зеркало сняли. Сейчас я его загоняю на мойку, нам его отмоют и будем готовить его к покраске. Ну а после того, как загоню краза, еще нужно будет тоже загнать Урал и Шишибу и готовиться к тому, что 9 мая, возможно, у нас будет какое-то мероприятие, но не факт. Вот, но, тем не менее, будем готовиться. В любом случае, также нам нужно заняться Уралом, установить новый генератор, найти, в чем там все-таки проблема, почему он тухнет, потому что, когда мы возвращались с грязью, он все равно тух. Вот, но будем заниматься потихоньку этими вещами. А сейчас же выезжаем на мойку, здесь рядом у нас. Крозевич воздух уже накачал, можно ехать. Повышенное, передний мост выключен, лебедка выключена, дифференциал заблокирован. Его можно даже разблокировать. Вот так. Сейчас у нас движение будет только по асфальту. Выезжаем. Все, приехали на мойку, согласились мыть. Это очень всегда отважное такое дело. Помыть красок. Ну что ж, друзья, экспериментирую с Уралом. Пытаюсь добиться, где подсос воздуха, потому что он сейчас уже вообще тупил. Когда мы возвращались с поездки, с бездорожья, с этого тупил конкретно. Сейчас поставил прозрачный шланг, который нам предоставила компания Агротехгрупп. Также они нам прислали очередную посылку с запчастями. Вот, допустим, такие прокладочки на ЯМЗ-238. Различные шланги разной длины, разного диаметра. Изоленту. И самое главное, они нам прислали генератор. Генератор на Урал 28 Вольт 95 Ампер. Это генератор более мощного образца с новых МАЗов. Посмотрим, станет он или не станет. Надеюсь, искренне, что он станет. Я думаю, мы премудрим что-то. Главное, что он у нас есть. Поэтому, друзья, если вдруг кому-то понадобятся запчасти, обращайтесь в Агротехгрупп. Нас поддерживают. Я им очень сильно благодарен. Отблагодарите их и вы. По возможности обращайтесь именно к ним. Если где-то кто-то работает механиками, инженерами, поддерживайте компанию Агротехгрупп. У них на сайте огромный ассортимент, выбор. Огромнейшие всяких силиконовых изделий, запчастей, нагрузовики, трактора, легковые автомобили. В общем, обязательно пройдите по ссылке, которая будет под видео. Посмотрите их ассортимент. Если вам вдруг что-то понравится, обращайтесь, не стесняйтесь. Но мы продолжаем. Установил прозрачный шланг. Грешу все-таки на наш отстойник. Но не знаю, воздух он не сосет. Сейчас запущу. Вот, смотрите. Немного есть, но это только после запуска. Потом выравнивается и ничего нет. Вот, то есть, есть какие-то пузырьки, но в целом я не вижу здесь проблемы абсолютно. Туда тоже вставил, на заборник. Даже не знаю, что делать. Ну, в любом случае, наверное, я его поменяю. Потому как не знаю пока что, куда дальше лезть. Попробовал сюда дать воздух через отстойник во всю систему. Дал 8 атмосфер. Нигде ничего не поплыло, нигде не зашипело. Просто зашипел перепускной клапан и слило все в обратку. Почему у нас Урал тухнет периодически? То есть, чуть-чуть проедет нормально. Ну, в общем, буду разбираться. Значит, решил я поменять генератор. Потому как у нас зарядка прыгает. Свет включаешь, тогда перестает прыгать. Ну, не так страшно прыгает. Вот, все-таки решил его заменить. На улице очень ветрено. Нужно переделывать кронштейн нам под этот генератор. Наша задача для изготовления кронштейна нам необходимо сделать вот сюда втулку. Внутренний диаметр 10. Вот здесь. В этой втулке. Наружней, как получится, обработать. Сейчас проточу ее чуть-чуть, чтобы зажать в кулачки. И потом ровненько просверлим ее. Проточил. Сейчас сверлю внутреннее отверстие. Вот 7,5 сантиметров нужно просверлить, не спеша. Сейчас возьму водичку, чтобы остужать. Вот такая заготовка получилась. Вынул из тонка. Сейчас отрежу. Болгаркой отрезаю, резцом боюсь резать. Вот такая деталь вышла. Окуну ее чуть в масло, чтобы она чуть-чуть прикалилась. Ну, вот так выглядит. Еще горячее. Сейчас отправляюсь на обед. После обеда устанавливаем генератор. Едем за Кразом на мойку и отгоняем Урала на мойку. Генератор почти установил. К нам уже присоединился Юра. Он помогает. Привет, Мурат. Еще понадобилось изготовить вот такой вот болт сюда. Поскольку наш заводской здесь отверстие на 8, а здесь на 11. Поэтому сделали болт. Вот сейчас. Покажи, Юр, какой тут у нас болт. Чудо-болт. Вот такой болт. По такому принципу. Сначала сюда вставляется толстой частью такой. А туда уже тонкой. Вот. Как раз тут под шайбочку еще расстояние. То, что надо. Ну, хорошо, когда есть лишние руки. Надо здесь шайбить. Гравюрок. Гравюрок надо. Сейчас нужно будет только подсоединить проводку. Здесь клемму тоже поменял я. И думаю, будет работать. Итак, народ. Вот. В общем, уже вечер. Намучились. Сгорел предохранитель. Здесь разобрали полмашины. В общем, чтобы активировать наш генератор, нужно два плюса. Один плюс замка. И один плюс, который идет с лампочки. Вот. Сейчас установил лампочку, но зарядка все равно дергается. Вот так дергается. Что-то где-то или с возбуждением, или замок мозги компасирует. Но точно так же работал тот генератор и новый генератор, который поставил. Тоже дергается. Где-то что-то не то. Ну, будем разбираться еще. Но на сегодня уже все. Поедем сейчас домой. Друзья, доброе утро. Очередной день. Вчера занимались зарядкой, загнали КРАЗа. Сегодня же нужно загнать Урала на мойку. Очень плохо. Генератор клинит, блин. Как и клинил тогда. Что такое, не пойму. Сейчас отгоним Урал на мойку. Нужно, чтобы его тоже помыли. А заберем Кразевича. Ну, вот так Кразевич наш отмылся. Очень красивенький, аккуратненький. Ржавчинка присутствует, естественно. Но скоро он будет выглядеть просто идеально. Вот такая красота получилась. Чистенький, аккуратненький. Пока доехал, КРАЗ уже опять грязный. Надо его обдать, пока свежая грязь. Он легко смоется. А потом нам надо будет все наждачкой тереть. Лучше сразу. Пока Урал на мойке, мы занимаемся Кразом. Продолжаю возиться с Кразом. Решил залезть в салон. Почему? Потому что здесь у нас есть ржавчина на полу. Также все грязное. Педали. Хочу здесь чуть-чуть заняться им. С большего протереть, убрать вот эти все помазы, грязь, протереть пыль. Видите, здесь у нас тоже грязное. И в принципе будем его потихоньку, помаленьку готовить по краске. Потому что уже у нас 20 числа. Так что будем скоро Кразевича красить. Будет выглядеть, конечно, классно. Сейчас сниму вот этот коврик. Нужно зафиксировать нашу релюшку на тормоз. Сейчас возьмем хомутик. Зажмем. Сниму этот коврик. Посмотрим, что под этим ковриком еще находится у нас. Сейчас чищенем, подкрасим. Будет красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полностью все отмыли. Чистенько, красивенько. Вот здесь рамы. Все вымыто, покрасим. Будет красавец тоже. Тем временем, также давайте покажу вам полик в Крази. Тоже его покрасил. Эту ржавчину. Грунт эмаль 3 в 1. По ржавчине можно красить. Он как бы нейтрализует. Здесь сильно нам заморачиваться. Главное ржавчину эту остановить. Это самое главное. Что нам нужно сделать. Там туча какая идет к нам. Также приехали нам дуги. На тент. Для Краза. Их нужно будет еще совершенствовать. Дуги самодельные. Сами делали их. Вот. И тент. По-моему, вам я его еще не показывал. Но тент в огне. Абсолютно новый советский тент. С кармашками. С окнами. Три окна сбоку будет. То есть, он получается будет состоять вот из такой части, которую так будет накрывать. И две стенки. И задняя, и передняя. На картинках частенько встречаются такие тенты. Вот. То есть, поставим дуги. Тент. Будет просто суперский Краз. Просто суперский. Сейчас перемотаем лебедку. Давно вы говорили об этом. И мы вот столкнулись с этой проблемой. Что нужно перемотать лебедку вперед. Для этого здесь существует специальное крепление. Во-первых, в задней части есть ролик обводящий, который будет обводить трос. И он дальше потом пойдет вон на то ухо. Вот это ухо. После этого уха трос идет на вот этот ролик. Вот этот ролик. Он как бы получается будет снизу упираться в него. После этого ролика он будет отбираться вот на этот вот ролик. И после этого уже идти в обвод нашего амортизатора и выходить вот в эту проушину. Вот такая процедура нам сейчас проводки предстоит. Надеюсь, дождь нам даст это сделать. Сейчас нужно выбить вот этот клин отсюда. И потом болгаркой отрежем, потому что он будет изогнут. И попытаемся провести его. И сразу. Где он затянет? Ну мы так и не вынем. Да его надо обрезать, мы что его и не просадим, конечно. Первый ролик. Потом через крюк. Вот этот ролик. Так. Осталось самое главное, продвинуть его еще в эту нычку. Есть? Есть. Рука. Отлично. Ну а здесь что с трубками? Здесь трубки пострадают. Да, потому что под них нужно было... Да? Да. Под трубки нужно было. Ё-моё. Они выгнуты специально. Неважно, что вместе сделаем. Так, значит сейчас перетянем тогда. Упаковал трос все-таки через трубки там. Значит, вот так он. Там ролик. Здесь поддерживающая. Для чего этот крюк, не знаю. Напишите, если знаете, в комментариях. Значит, здесь он у нас получается вверх. Вот эти трубки некрасиво. Ну перегнем, если что. Перегнем их. Вот. Так, дальше. Здесь он опирается вот на тот ролик. Вот. Трос. Пошел здесь так. И выходит вперед. Вот. Сейчас попытаемся запаковать серьгу. Правда, дождь на улице. Но... Вам уже не будем показывать неудобно. И хотим побыстрее сделать. Запаковали крюк. Абсолютно беспроблемно. Легко. Очень легко. Легче, чем в какой-либо машине почему-то. Сейчас подгоним шишигу. Зацепим крюк. И затянем его попрочнее. Хорош! Чуть краза не сволок. Не знаю почему, но всегда шишига спасает. Любая проблема, шишига тут как тут. Сейчас запустим краза. Подмотаем немножко лебедку. Посмотрим, как она будет идти по рельсам. И, в принципе, все. Значит, сейчас попробуем справиться ли Юра, чтобы ее разматывать. А потом зацепим за крюк и замотаем уже, чтобы она штатно торчала на бампере. Получается тяжело, но вполне реально. Даже можно сначала попробовать взад ее вытягивать, а потом уже протягивать сюда. Так что, в принципе, реально. Но краза, лебедка это всегда тяжело. Сейчас ее сматываем. Вот это всё. Вот так теперь выглядит наша лебенка. Родка везде натянулась, то есть здесь не цепляется, здесь на ролике не цепляется. Единственное, вот здесь чуть-чуть, вот здесь, ну это не страшно, я думаю. Здесь тоже натянулась, нигде трубок не касается, вот эти топливные трубки мы отогнули. Ну и здесь натянут трос, все по красоте, как-то так. Ну что ж, друзья, как говорится, любишь медок, люби и холодок. На сегодня это все, монстров мы наших отмыли после покатушек, крас будем скоро готовить к покраске. Вам желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Удачи, везения, всего самого-самого наилучшего. Не забывайте про наших партнеров Агротехгрупп, ссылку на них я оставлю в описании. И, конечно же, всем только удачи, везения, всего наилучшего, пока! Всем пока, подписывайтесь на наш канал!